Уважаемые пользователи! Отдел информационно-библиографического обеспечения Областной универсальной научной библиотеки имени Льва Николаевича Толстого представляет вашему вниманию знаменательные и памятные даты календаря даты событий Кустанайской области на 2021 год с 17 по 24 июня. Шаяхмед Ахлбек Кужаула известный казахстанский писатель, поэт, драматург, переводчик, журналист-публицист, кандидат филологических наук, профессор Кустанайского регионального университета имени Ахмеда Байдурсынова, член-корреспондент Международной академии творчества, деятель культуры Республики Казахстан, почетный журналист Республики Казахстан, родился 17 июня 1951 года в селе Забеловка, Джитый Гаринского, ныне Житикаринского района. С 1983 года является членом Союза писателей СССР, член правления Союза писателей Казахстана. Первый сборник произведения Ахлбека Шаяхмеда был опубликован в 1977 году, автор более 45 книг. Произведения Ахлбека Шаяхмеда были переведены на английский, русский, киргизский, азербайджанский, татарский язык. Награжден орденами Курмет, Парасат, медалями 10 лет независимости Казахстана за трудовое отличие 20 лет Ассамблеи народа Казахстана, почетный гражданин города Кустаная и Житикаринского района, неоднократный обладатель премии Клуба меценатов области. Награжден знаком «Казах Талинан Жана Шаре», вошел в энциклопедию «Лучшие люди Казахстана», неоднократный победитель международных, республиканских и областных литературных конкурсов. Ким Валентина Алексеевна, ветеран библиотечного дела, родилась 19 июня 1946 года в поселке Комсомолец Карабалыкского района, свой трудовой путь Валентина Алексеевна начала в 1964 году в должности библиотекаря читального зала Комсомольской районной библиотеки. С 1965 по 1966 годы работала методистом в этой же библиотеке, а в 1967 году стала ее заведующей. За годы работы сумела сделать библиотеку района методическим центром для сельских библиотек. С 1977 по 2005 годы возглавляла Кустанайскую областную библиотеку имени Льва Толстого. Благодаря Валентине Алексеевне областная универсальная научная библиотека имени Льва Толстого с 1998 по 2002 годы получала гранты фонда СОРОС Казахстан и Института Открытого Общества, что позволило начать внедрение автоматизированных библиотечных систем. Награждена медалью «Ветеран труда» нагрудным знаком Министерства культуры СССР за отличную работу, знаком Мадинет Айрат Кире, Министерства культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан, лауреат премии Клуба Меценатов. Оставив пост директора, в 2005 году она продолжает работать в библиотечной системе. И это неудивительно, ведь вся ее жизнь – это библиотека. Данинов Турлан Жмоголь-Юмлы, экономист, дипломат, чрезвычайно и полномочный посол Республики Казахстан. Родился 21 июня 1951 года в поселке городского типа Боровое Мендокаринского района. Владеет казахским, французским, арабским и английским языками. Автор статей о французско-казахстанских отношениях, двустороннем сотрудничестве между Казахстаном и Швейцарией, роли ЮНЕСКО и т.д. в специализированных изданиях Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Награжден орденами знак почета, кормет, большой крест ордена Святого Григория Великого. Дядя Иван Васильевич, ученый-агроном, родился 21 июня 1946 года в Болтавской области Украинской ССР. Иван Васильевич долгие годы возглавлял совхоз Александровский Кустанайского района, который входил в число наиболее крупных сельхозпроизводителей региона. Опытный и мудрый управленец, четкий человек, понимающий нужды села и его жителей. Иван Васильевич многое сделал для развития предприятия. Под его руководством была усовершенствована материально-техническая база, закуплены современные уборочные машины. Осуществляется постоянная спонсорская помощь в средней школе. При непосредственном материальном участии фирмы восстановлены и введены в эксплуатацию здания больницы и спортивного комплекса, награжден Орденом Знак Почета, медалью Ирине Инбегашин, почетными грамотами президента Республики Казахстан. Великая Отечественная война. 80 лет со дня начала. Великая Отечественная война делась 1418 дней и ночей. Великая Отечественная война в 1941-1945 годах навсегда останется одним из самых главных драматических событий XX века, одной из самых трагических страниц в истории человечества. Победа была добыта ценой несчислимых жертв и страданий миллионов людей, оплаченных жизнями наших отцов и дедов. Великая Отечественная война – это не просто историческое событие, она занимает исключительно важное место в судьбах советского народа. Великая Отечественная война явилась для нас трудным испытанием и уроком. Колобаев Утимис Колобаевич, специалист сельского хозяйства, АКН, фольклорист, родился 24 июня 1911 года в ауле номер 2 Шубарской волости Карабалгского района. Работал учителем в Карабалгском районе, инструктором область полкума, директором Федоровского камышитого завода, секретарем совхоза имени Ждановка у Баганского района. Избирался депутатом райсоветов, награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Газета «Федоровские новости», бывшая «Красный пахарь», 100 лет со дня выхода. День печати для коллектива «Федоровские новости» в этом году совпал с номинательной датой столетиям районной газеты. Название газеты менялось в связи с задачами, выдвигаемыми временем. Шло становление советской власти, она именовалась «Красный пахарь». Началась сплошная коллективизация со сплошной коллективизацией. В 30-е годы большевистский шторм, в годы довоенных пятилеток «Ленинский путь». С 1993 года и по сей день газета называется «Федоровские новости». Издания любят и ждут, постоянно улучшается дизайн, добавляется количество страниц, появляются новые рубрики. Уважаемые пользователи, отдел информационно-библиографического обеспечения Кустанайской областной универсальной научной библиотеки имени Льва Толстого представил вашему вниманию обзор знаменательных и памятных дат календаря даты событий Кустанайской области на 2021 год с 17 по 24 июня. Материал календаря даты событий Кустанайской области на 2021 год отражен на сайте.